Большой манёвр Ключевой проблемой, ключевым риском всё-таки является снижение добычи нефти. Естественно, есть, конечно, проблемы с нефтепереработкой, но они более управляемые и более предсказуемые. А что касается добычи нефти, то действительно, это ключевой вопрос. И переход к налогообложению на финансовый результат – это то, что уже много лет обсуждается, что действительно является нужным. Я здесь не совсем согласен с Геоди Виловичем в том, что НДП – это такое зло изначальное. Мне кажется, что для 2002 года это был правильный шаг, по крайней мере, это было лучше, чем то, что было до этого. И главное, это был системный шаг. Это было системное, относительно простое решение. Оно было на несколько лет. Собственно, с 2007 года начали вводиться многочисленные льготы. Сейчас уже там под выше 28% приходится на добычу с Геодами по НДПИ. Действительно, такое лоскутное одеяло получилось. То есть сейчас уже НДПИ не работает, но в тот момент это было неплохое решение, хотя и скуп фискального характера. И нам нужно сейчас искать такое же системное и относительно простое решение, потому что постоянное увеличение льгот по НДПИ – это неизбежно, если мы его сохраняем. И для Минфина это очень большая проблема просто с точки зрения администрирования. И нас постоянно пытаются убедить, что администрирование НФР и НДД будет сложнее и затратнее, но совершенно не очевидно, учитывая, будет ли это легче, чем администрирование льгот по НДПИ. Здесь есть разные нюансы в самих проектах НФР и НДД, но в целом ситуация всем, мне кажется, понятна. И это тема, которую нужно прежде всего пробивать на экспертном уровне, на уровне компании, не уводя дискуссию в сторону акцизов, вообще проблем нетерпоработки. И все-таки надо сконцентрироваться, мне кажется, на этом. Тогда будет понятнее и средства массовой информации, и в целом непричастным к этой дискуссии экспертам, что мы хотим. Потому что иначе в шизофренической ситуации они тоже не понимают, что хотят нефтяники, что нужно, потому что постоянная дискуссия идет в разные стороны. И что касается той прибыли от девальвации, о которой много раз говорилось, на самом деле это опровергается простой цифрой, то, что разведывательное бурение в прошлом году упало на 17%. Оно упало примерно настолько же и в другие страны, из-за урбежных, там девальвации не было. И по логике Минфина, вот эта девальвационная прибыль, она должна была сказаться и на росте, ну или пока не стабилизация разведывательного бурения, этого не произошло. То есть, соответственно, ну либо нефтяники искусственно зажимают прибыль, либо у них просто нет свободных ресурсов инвестиционных для того, чтобы инвестировать. И действительно, скорее второе, поскольку, говоря о налогобожении, стоит забывать о том, что нефтяники решились длинных денег, решились возможности получать кредиты за счет санкций. И эта проблема тоже, видимо, не на этот год и не на следующий, все-таки это минимум 2-3 года, эта ситуация продлится. Естественно, отнимать сейчас чистую прибыль, это еще удар просто по возможности хоть откуда-то взять деньги на инвестиции, тоже не стоит забывать. Ну и последнее, что, мне кажется, стоит отметить, это все-таки более, может, теоретический вопрос. Зачем нам, какую цельно преследовать налогообложение в нефтяной возрасте? Мне всегда казалось, что все-таки цель правительства, не Минфина, а Минправительства, в том, чтобы стимулировать экономический рост. Вот практика последних 15 лет перераспределения этой инвестиционной ренты, ну, она, по мнению большинства экспертов, мне известно, была не вполне эффективной, это перераспределение. Это не на инвестиционных компаниях, и совершенно непонятно, почему вдруг сейчас, в 2016 году, отнимая инвестиционные ресурсы инвестиционных компаний, которые действительно будут вложены на инвестиции, соответственно, на экономический рост, правительство сможет столь же эффективно инвестировать их, перераспределяясь в другие секторы экономики. Вот здесь, мне кажется, никакой уверенности ни у кого нет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok